Мы начинаем совещание по итогам социально-экономического развития Кенгисепского района за 2014 год и задача на 2015 год. Уважаемые депутаты Кенгисепского района и города Кенгисепа, уважаемые почетные граждане, руководители предприятий, представители общественности, сегодня действительно очень важный и знаковый день. Все мы знаем, что согласно статье 12 Конституции Российской Федерации, местное управление осуществляется через народовластие. И вот сегодня этот важнейший акт народовластия, который будет происходить, непосредственно связь со всеми представителями города Кенгисепа и Кенгисепского района, будет осуществлена через доклад непосредственно глава Кенгисепского района Кенгисепского района Виктора Кенгисепа и Кенгисепского района, очень не всегда благодарная работа. Уважаемые депутаты Кенгисепского района, сегодня Александр Владимирович подчеркнул, что подводится итоги 2014 года. Я хочу всем напомнить, что и вы только слышите из доклада моего, что будет перекликаться и 2014 год, и, конечно, будет перекликаться подведение некоторых итогов, некоторых моментов, которые мы достигали последних пяти лет. Уважаемые участники совещания, сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Кенгисепского района за 2014 год. В докладе я отмечу то основное, что мы достигли, обозначу задачи, которые нам предстоит решить в этом году. Итоги 2014 года – это результат нашей общей работы, и я хотел бы начать с искренней благодарности всем, кто вносит свою лепту в развитие Кенгисепского района. Напомню, что районная администрация исполняет не только более 50 своих полномочий, но также те, которые нам предали сельские поселения в сфере бюджетных отношений, жилищного контроля, архитектуры, градостроительства и другие полномочия. В общем объеме отмеченных товаров, собственного производства, выполненных в работу услуг, за год выросло втрое по сравнению с показателями прошлого года. Благодаря развитию морского торгового порта услуга увеличился доля транспортной отрасли. Грузооборот порта вырос на 20% и составил 76 миллионов тонн. Сегодня порт – второй по грузообороту порт в России. Порт услуга сегодня уступает по своим грузооборотам только порту Новороссийскому. В прошлом году крупными и средними предприятиями района от груза товаров собственного производства были выполнены работ и услуг на сумму 141 миллиард рублей, почти вдвое больше от грузки 2013 года. В районе зарегистрировано более 2000 предпринимателей и столько же юридических лиц. Открылось 80 новых предприятий. Средняя заработная плата в районе составила 39 500 рублей. Это четвертое место среди муниципалитетов нашего региона. Схемы территориального планирования, определенные зоны, где могут развиваться промышленные предприятия, способные поднять экономику района на принципиально новый уровень. В район пришли крупные места. Строительство завода по производству, противоизносу присадок для авиационного топлива и технологических жидкостей для нефтерерабатывающего отрасли. Это будет импорта в обращающем производство, что сегодня как никогда актуально. И все это на профплощадке посварим. В ближайшее время в районе горных услугов планируется строительство ряда промышленных объектов по переработке углеводоводного сырья. Так, наш район и инвесторы поддержат объявленный президентом России курс на увеличение доли экспорта именно готовой продукции, а не только сырья для ее производства. А суммарный объем инвестиций значительно превысит сумму средств, вложенных в строительство порта услуга. Для обеспечения газом размещенных предприятий будут реконструированы магистральные газопроботы и построенные новые. Объем газа потребляемых районов будет сопоставим с нынешним объемом потребления всей Минградской области. Классификация ряда населенных пунктов, что для нас сегодня актуально и важно. Это Кузенкинское сельское поселение, Услужское сельское поселение, Висельское сельское поселение, где о газе мечтаем уже 10 лет. Снята острая проблема автомобильных проводов на Алексеевском железнодорожном переезде на трассе Нарвах. Мы все это помним. По объему инвестиций в основной капитал наш район прочно занимает одно из лидирующих мест в среднем муниципальном образовании Ленинградской области. Объем инвестиций составил 28,5 миллиардов рублей за 2014 год. В Фарелеевском сельском поселении в этом году ожидается, в этом 15-м году ожидается ввод в эксплуатацию птицефермы в производстве более 1 миллиона килограмм мяса индейки в год. Временной завод Аграбала реализует проект по строительству молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада. В первую очередь, в которой уже действует, мы были на ее сентябре, это уникальное предприятие. В Устоверском сельском поселении планируется строительство крупного тепличного хозяйства с использованием энергоизберегающих технологий для круглогодичного выращивания овощей в закрытом грунте. Основная отрасль нашего сельского хозяйства – молочная животология. Оголовный торог в районе составляет 3250 голов. От каждой уроженной коровы в среднем за год надоено 8500 килограмм молока, что почти на 1000 килограмм больше прошлого результата. И тысячи личных подсобных хозяйств. Для поддержки и развития сельскохозпроизводства район ежегодно выделяет сельскохозугодие. В этом году были выделены дополнительно 50 агт земли. Ежегодно наши сельскохозпроизводители принимают участие в областях программ. Из перерабатывающих предприятий успешно работают такие предприятия, как мясокомбинат «Нейма», «Хлебвест» и «Юмикс». Продукции, которые пользуются большим спросом как в районе, так и за его пределы. В 2014 году доходная часть консолидированного бюджета района составила 2 млрд 673 млн рублей, что на 57 млн меньше, чем в предыдущем году. Темп роста доходов района и последний за 5 лет составил 30%. Денежное выражение – это рост на 544 млн рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 2 млрд 965 млн рублей на 194 млн рублей больше, чем в 2013 году. Собственный бюджет района в 2014 году исполнен по доходам в сумме 2 млрд 151 млн рублей на 96,6%. Расходом 2 млрд 256 млн рублей на 95% с дефицитом 105 млн рублей. В структуре доходов собственные доходы составляют всего лишь 33%, это 708 млн рублей. План по собственным доходам исполнен на 99,7%. К сожалению, по ряду объективных причин, неисполненный план по неналоговым доходам в бюджет не поступило 9 млн рублей. План по налоговым платежам исполнен на 101,3%. В бюджет района поступило 529 млн рублей на 29 млн рублей больше, чем в 2011 году. Это и есть рост именно налогового потенциала, это показано именно по развитию нашей экономики в Кингисевском муниципальном районе. За 5 лет налоговые платежи увеличились в 1,6 раза. За достигнутые показатели по росту налогового потенциала Кингисевского района Второй год подряд мы получаем дотацию на сбалансированность. В прошлом году ее сумма составила 24 млн рублей. В результате этой работы из вышестоящих бюджетов привлечено 420 млн рублей в 10 раз больше, чем в 2008 году. Всего же за период с 2010 года бюджет района привлечено из других потенциалов 1 млрд 700 млн рублей. Средства направлены на строительство школы, густов, фарк, деревни Кузенкина, строительство газопроводов, населенных пунктов, дороги к полигонам, укрепление материальной и технической базы учреждений образования, социальные выплаты молодым семьям на привлечение жилья и многое другое. Приоритетными направлениями расходной части бюджета является обеспечение деятельности бюджетных учреждений и выполнение мастер-классов президента. Средняя заработная плата педагогических работников по школьному учреждению выросла на 20% и составила 28 500 млн рублей. Педагогических работников школы на 10% и составила 33 300 млн. Педагогов дополнительного образования на 20% выросла, стало почти 30 000 рублей. Работников культуры на 20% в ходе заработной платы и стало около 22 000 рублей. Большое внимание уделяется оказание финансового помощи поселения. В связи с несостоящимися аукционами по продаже права аренды земельных участков и реализации муниципального имущества в связи с изменениями геополитической обстановки в 2014 году. Вы понимаете, о чем я говорю. В результате в бюджет города не поступили доходы в сумме почти 100 млн рублей, что негативно отразилось на финансовых показателях. Кредиторская задолженность на 1 января 2015 года составила 52 млн рублей. Что касается расходов бюджета, то 180 млн рублей были направлены на культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику. Это 47% всех бюджетных средств. 55,6 млн рублей за содержание и ремонт дорог внутри квартальных территорий. Это 14% бюджета. Все 51 млн рублей были направлены на расходы в сфере ЖКХ. В условиях острова дефицита бюджетных средств наша практика социально-экономического партнерства приобретает все большее значение. Для обеспечения муниципальных нужд проведено 667 закупок на сумму 645 млн рублей. Заключено контракт на сумму 597 млн рублей. Экономия бюджетных средств по итогам аукционов составила 48 млн рублей. В части управления муниципальными имуществами землей перевыполнен план по доходам от продажи земельных участков. В том числе на аукционах и продаже фраг на заключение договора аренды земельных участков общей площадью 54 гектара на сумму более 42 млн рублей. В 2014 году подано более 300 исковых заявлений. Результатом стало взыскание в бюджет района более 11 млн рублей. За последние 4 года было взыскано более 70 млн рублей по данной работе. В рамках реализации 105 областного закона предоставлено 115 земельных участков, из них 74 участка многодетным семьям. Предоставлены социальные выплаты 55 семьям на сумму 76 млн рублей. 13 квартир приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках программы развития гадрового подзала для педагогических работников приобретены 2 квартиры. В рамках программы по расселению аварийного жилья в 2015 году будет уже переселено 68 семей, но работы практически все завершены в этом году. Это 29 семей в городе и 39 семей уже переселяются в Орбольском сельском поселении. И вы знаете, мне было любопытно, когда я вчитывался в доклад, цифры, уже все систематизировал, от своей руки на калькуляторе посчитал. А сколько всего же семей у нас улучшили свои жилищные условия и впервые получили крышу над головой. Так вот эта цифра меня самого просто удивила. Ровно, цифра такая ровно получилась. Итого, 207 улучшили свои жилищные условия или впервые получили свою крышу над головой. Если кто помнит, в прошлом году, когда я отчитывался за 2013 год, именно так же звучала цифра по этим программам. У нас она была чуть больше 100. И сегодня с гордостью хочется сказать и с большой благодарностью администрации Кингисевского района, всем участникам, этой большой работы, и вангородцам, и ополевцам, чтобы мы смогли реализовать такие сложные программы, такие 200 семей. Это дорогого стоя. Работа по строительству газопроводов низкого и среднего давления в микрорайоне Южный. Это второй этап газификации, который охватывает улицы в центральной и восточной части микрорайона. Стоимость работы составила 10 миллионов рублей. Городская газопроводная сеть увеличилась на 6 километров, что представит возможность подвести газ к 192 домовладениям. Проведен газ в жилой застройке деревень Большой и Малый Луц. В его городе построен распределительный газопровод для газоснабжения 8 индивидуальных жилых домов, а также заключен контракт на строительство газопроводов по 11 улицам. Будут продолжены работы по проектированию газопроводок жилой застройки в трех населенных пунктах Пустоверского и Котельского сельских поселений. Экономия энергии составит около 10 миллионов киловатт-часов. Денежное выражение – это почти 60 миллионов рублей. Мы рассчитаемся за этот административный контракт и потом просто в разы не умеешь платить за уличное освещение. В декабре прошлого года завершился международный проект, реализованный администрацией района совместно с Волостным управлением эстонского города Побратима-Ихи. В рамках проекта провели доработку по реконструкции детского сада номер 3 Киндисей. В результате потребление энергетических ресурсов суммарно сократилось на 18%. Проект занял первое место во Всероссийском конкурсе проектов по энергосбережению и второе место в номинации привлечения частных инвестиций в реализацию энергосберегающих мероприятий. Софинансированы за счет средств областного и местных бюджетов поселений были выполнены строительные и ремонтные работы автомобильных дорог на общую сумму 119 миллионов рублей. Выполнен карточный ремонт асфальтно-бетонного закрытия моста через Дерепулуга, отремонтирован участок Нарского шоссе с обустройством пешеходной зоны на сумму 2 миллиона рублей. 5 миллионов рублей направлены на ремонт улиц Железнодорожной и Воровского. С учетом многочисленных обращений и гисепсов расширена проезжая часть улицы Воровского с обустройством парковки возле городского рынка. Часть дорожных работ были выполнены за счет внебюджетных средств. Строительство новой школы на 220 мест в деревне Большая Кустомерщина. И вот к этому дню, буквально недавно, проект прошел в государственную экспертизу. Продолжилась работа по укреплению материальной и технической базы образовательных учреждений. На эти цели было направлено 117,5 миллионов рублей дополнительно к средствам, выделенным на содержание учреждений. Это работа по укреплению фасадов, школа поля, детского сада Пустомерщина, ремонт и замена системы фильтрации воды в бассейне детского сада номер 2, ремонт спортивных залов школы номер 3 и 4, котельской и Александргорских школ. В 2016 году запланировано строительство, и уже точно подтверждено губернатором Ленинградской области, детского сада на 140 мест в их услуге. Что касается учебной деятельности, то результаты выпускников одиннадцатых классов впечатляют. В 2017 году по пяти предметам итоговой аттестации наши выпускники показали результаты выше, чем в регионе. И по всем одиннадцати предметам выше, чем в среднем по России. Несмотря на то, что полномочия в сфере здравоохранения, переданной из муниципального медиа в государственная администрация, поддерживает все реализуемые в районе проекты. В прошлом году оказано более 300 социальных услуг в электронном виде. За последние три года модернизация в системе соцзащиты населения позволила увеличить охват нуждающихся в социальном обслуживании более чем на 17%. Достигнут положительные динамики в деятельности по профилактике, безнадзорности, несовершеннолетних, семейного неблагополучия, инвалидности. Важной задачей является укрепление материально-технической базы учреждений соцзащиты. Создание доступной среды для маломобильных групп населения. В текущем году были приобретены низкопольные автобусы на сумму 20 миллионов рублей, оборудованы специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов. Если в 2013 году туда обратились более 3000 человек, то в отчетном дворе больше. Ингисетский район является одним из лидеров Ленинградской области по строительству капитального ремонта спортивных объектов. В прошлом году капитально отремонтированная хоккейная коробка в Ингисетске построен теннисный порт. Зарешившиеся работы капитального характера здания хоккейской юнической спортивной школы и зала боксов в Англоне. Продолжается строительство ледовой арены административного здания на стадионе Парка Романа. Реконструкция фокок в Ингисетске. Спортивную инфраструктуру инвестировано в более полумиллиарда рублей. Диплом областного комитета по физической культуре и спорту спортивный район 2014 года. И недавно у нас была лыжня России, представитель законодательного собрания Сергей Михайлович Бебенев, представитель комитета по спорту Покотин Геннадий Геннадьевич. Еще раз с трибуны перед всеми генгисетцами, кто принимал участие, отметили, что генгисетский район за эти годы в разы увеличил своей мощности по привлечению детей, молодежи, взрослых в спорт и создает вот это очень современную, отвечающую всем требованиям спортивную инфраструктуру. Это бюджет, конечно, консолидированный бюджет района в этом уже до 2015 составе по доходам 2,3 миллиарда рублей, по расходам 2,4 миллиарда рублей, дефицит бюджета ожидаем в 8,6 миллиарда миллионов рублей. За счет средств бюджета района планируется профинансировать инвестиционные вложения, выкуп детских садов на 155 мест в 6 микрорайоне и в поселке Катильске, строительство подъездных дорог, инженерных сетей к этим детским садам. Осенью ожидаем завершения строительства ледовой арены. Здесь нам тоже придется очень сильно попотеть в бюджету района, в бюджету города и, конечно, мы надеемся очень на наших спонсоров, которые помогут нам решить эту глобальную проблему завершения строительства ледовой арены и ее открытию осенью. Ну и, естественно, продолжение активного строительства жилья. Здесь тоже нужен очень большой ресурс, уже не материальный район, а в части организационных процессов в истории нашей страны 70-летия Великой Победы. Поэтому основная задача подготовка и проведение связанных с этой датой мероприятия. Хочу сказать всем, что очень плотно работает комитет. Мы вымерили все, что нам нужно сделать к этой дате. К сожалению, очень много надо будет сделать работ по благоустройству территории. Очень много нужно будет восстановить, отремонтировать мемориалы, памятники, захоронения. У нас больше 70 на территории района. Сделать глобальные работы по реконструкции дорожного покрытия в городе Кингисейске, где пойдет основная демонстрация. Ну и ряд серьезных вопросов, которые придется решать. Мы это будем делать, используя как инструменты бюджета, так и привлечение спонсорских средств. Еще раз благодарю всех кингисейцев за труд, который стал частью нашей общей работы на благо Кингисейского района и Ленинградской области. Отдельно благодарность за активное участие в избирательной кампании. В прошлом году жители Кингисейского района выбирали депутатов, представителей органов местного самоуправления. Формирование органов местного самоуправления нашего района на ближайшие 5 лет полностью завершилось в декабре прошлого года. Уверен, взаимодействия представительных, исполнительных органов власти Кингисейского района, как всегда, были конструктивным и плодотворным. Итак, переходим к награждению по итогам года. Муниципальные награды вручает глава администрации муниципального образования Кингисейский муниципальный район Виктор Эгольдович Кешли. В пути Александра Игоревича, награда, которая заслужила за свою многолетнюю работу в муниципалитете, первая вот уже нашла, остальные, наверное, в пути, вы все увидите, чем-то все вместе. Александр Игоревич, мне очень приятно было с тобой работать. Мы работаем дальше, продолжаем, выстраиваем новые форматы, новые отношения. И Кингисейский – это твой город, это твой город. Безумно рад будет всех, и только в совещании. Я, что вся жизнь, лично моя, пошла на территорию этого города. Родители здесь работали, родились уже 4 детей, родились уже растут внук и внучка. И, конечно же, вспоминая годы победил здесь, в стенах, какого комсомола, какого первого, первого, второго комсомола, учителем в школе 2003-2006, ну, естественно, потом уже сдали администрации. Безконечно благодарен всем, кто работал с тобой, всем, кто помогал, учил. Это большая приятная людей. И Раскасия Тунеллау, и Зинканна Мазова, Игорь Троевич Лемец, и Юрий Александрович Леевичков, и Любкова Росолазович. Да, всех они перечисли, с тех, кто хотелось работать. И огромная приятная работника фосфорита, с которой многое решали. И комсомольские гилдопусы, жительские проблемы. Действительно, чтобы власть не зажарела, власть не существовала, власть обращала внимание на проблемы этих. И тогда власти все получится. Желаю счастья, благополучия всех милицепцев, всем жителям нашего района. И, конечно же, материального благополучия и душевного благополучия. Я хочу вам сказать, что я с этим человеком прошел не один раз уже испытания на территории Киевсерского района. Прожил здесь 25 лет. Особенно большое впечатление у меня о последнем испытании. Это выборы в Совет Депутатов. Мне впервые пришлось участвовать в этой программе. От начала до конца и в куче событий, по-моему, меня так научилось, что мне теперь никакие выгоды страшные. В рамках социально-экономического партнерства награждается закрытое акционерное общество «Сиброспереработка» и реального директора «Происходство». По вашему сердцу, огромную благодарность владельцам, учредителям компании, руководствам, старшим, потому что с вашей компанией нам стало легче. Надеемся, надеемся, соблюдимся. Муниципальное образование Киевсерский муниципальный район за достигнутые трудовые успехи награждается Синопонтов Алексей Сергеевич. Детский муниципальный район Киевсерский муниципальный район Киевсерский муниципальный район Киевсерский. Иванов Алексей Павлович, награжденный район Киевсерский муниципальный район Киевсерский. Благодарные жители Франксирского района. Но итоги года отведены, год был успешным ваших районов. один из планов Ленинградской области, поэтому хочется пожелать вам и 15-й год сохранить взятие на себя темпы и составить правительство Ленинградской области, верить словами губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Татенко о том, что все обязательства, которые на себя взяла правительство Ленинградской области по строительству и реконструкции тюжетных объектов, оно будет продолжено и все темпы это сохранится. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»